Друзья, приветствую всех! Сегодня я вам расскажу, как никогда не терять деньги на рынке, как никогда не сливать депозит. Есть только одна рабочая методика. Одна. Если вы по этой методике не работаете, вы всегда будете в минусе, вы всегда будете терять свои деньги. Это видео будет полезно абсолютно всем инвесторам, трейдерам, так что, ребята, обязательно досмотрите его до конца. Я вам дам пошаговый план и разберу все на своем примере. Уклон я сделаю на спекуляции, можно сказать, даже на трейдинг в каком-то роде, потому что сейчас ребята спекулируют на всем, залетают просто везде, в крипту вот особенно, и теряют там все свои деньги. Но применить вы это все сможете в любой финансовой деятельности, в любом виде заработка, потому что, ну, это прям законы, это основы, без которых невозможно зарабатывать. Но перед тем, как мы начнем, я расскажу об акции, которую очень многие из вас долго ждали. Смотрите, первые 10 человек смогут приобрести доступ в закрытый канал по старой цене в 299 долларов. Первые 10 человек. Как только первые 10 человек приобретут доступ, я опять поменяю цену на 349 долларов. Вот текущая цена 349 долларов, я везде поменял цену на 299 долларов. Так что, ребята, поторопитесь, потому что это единственная возможность приобрести доступ по такой цене в этом году, а после нового года цена уже будет 400 долларов. В общем, вторая ссылка в описании. Если вы переходите по ссылке и видите цену 299, вы еще попадаете, вы еще успеваете. Вот можете еще написать в поддержку. Если вы хотите, например, оплатить криптой, также можно оплачивать криптой. Вот, пишите в поддержку и мы вам присылаем адрес, куда перевести деньги. Ну, а если здесь цена будет 349 долларов, значит акция закончилась. В общем, ребята, если вы хотели к нам попасть, поторопитесь. А теперь переходим к методике. Итак, что это за методика? Это своего рода инвестиционная декларация. Только здесь ее можно называть декларацией по торговле. Видите, я буду все разбирать на примере спекулятивного портфеля. Итак, ребята, три основных ключа, без которых невозможно зарабатывать на рынке. Запомните это. Это стратегия, это money management и risk management. Если у вас этого нет, вообще забудьте о заработках. Вы будете просто здесь терять деньги. Ну, это будет казино, да? Я очень много набил шишек, потерял денег, перепробовал кучу методик, кучу методик. И вот свел все вот к этой простой методике. Три основных ключа есть, без которых невозможно зарабатывать. Итак, погнали. Первый ключ. Первый ключ – это стратегия. У меня была, вы знаете, может кто-то не знает, у меня была одна стратегия всю жизнь. Всю жизнь, на которой я хорошо зарабатываю. Это скальпинг. Здесь, видите, я назвал еще эту стратегию расческой. Сейчас я объясню, почему. И второй принцип – я торгую только в лонг. То есть только на повышение, только на повышение. Никаких шортов, никакого понижения. Только я торгую на повышение. Это очень важно. Это моя стратегия. Если у вас нет стратегии, если вы заходите везде, да, где-то слышите что-то, вот, нужно заходить, заходите, вы будете везде терять деньги. Вы должны понимать, что у вас должна быть одна, одна своя стратегия. Вы должны эту стратегию разработать под себя и работать только с ней. Вы должны понимать, где она отрабатывает, где она не отрабатывает, на каком рынке она хорошо работает, на каком плохо. Вы должны это понимать. Итак, вот эта стратегия. Почему она называется расческой? Ну, потому что она похожа на расческу. Ребята, это мое название, да. Это я просто дал этой стратегии такое название. Видите, в основном я торгую в боковике. В основном, ребята, это боковик. Вот точки входа, ну, вот зоны входа, да, и самое важное в этой стратегии, смотрите, соотношение убытка к прибыли. Вот какое соотношение должно быть. Видите, вы можете потерять 25, условно, там, 40% и забираете больше 100%. Это очень важно. Только при такой картине, ребята, я работаю. Я смотрю, какие здесь потенциалы. Видите, 116%, 116%, 130%, 120%. Только при такой картине я работаю. Также по этой бумаге в закрытом канале мы давали сигнал вот в этой точке. Вот этот сигнал. Ожидали также вот небольшой откат после импульса. Вот, в принципе, этот откат и случился. И потом, да, поход на целевую цену. Вот целевая цена, да, 6 долларов. Вот, в принципе, вот мы сюда и пришли. К 6 долларам. И здесь можно закрывать позицию. Да, цель выполнили. 62% прибыль. Все эти сигналы, ребята, из моих платных подписок. Их я публикую в закрытом канале. Но даже эти сигналы я фильтрую. Видите, все сигналы в лонг. На повышение. Прогноз, факт. Прогноз, факт. Прогноз, факт. Прогноз, факт. Все сигналы, ребята, на повышение. Вообще, по поводу вот этих всех платных подписок, ребята, там столько дичи. Да, я потратил на них больше 10 тысяч долларов. И вот самые дорогие подписки, я вам так скажу, самые ужасные, да. Есть подписки, которые там, ну, настолько плохо отрабатывают. Там 80% сигналов в минус. Смотрите, я вам так скажу. Может, кто-то думает, что он вот купит дорогую подписку. Я думаю, такие ребята есть, да. Которые думают, вот я куплю подписку за пару тысяч долларов. И все, и буду зарабатывать на этих сигналах. Ребята, я вам открою тайну. Заработок зависит не от сигналов, а от вас. Запомните еще раз. Заработок зависит не от того, какие сигналы. А если у вас ваша методика, если вы эти сигналы не будете фильтровать, если у вас не будет мани-менеджмента, риск-менеджмента, вы никогда не будете на этих сигналах зарабатывать, какие бы эти сигналы не были. Даже если бы там было 99%. Я уже объяснял этот феномен. Если там будет 99% прибыльных сигналов, все в плюс. Вы все равно там сольете деньги. Без мани-менеджмента и риск-менеджмента. Потому что вы почувствуете, что вы бог, так сказать. И будете на такие сигналы заваливать весь депозит. И попадетесь на тот 1% и сольете весь депозит. На тот 1 убыточный сигнал попадетесь, на котором потеряете все свои деньги. Но, конечно же, 99 сигналов в плюс из 100, условно, это сказки, это фантастика. Такого никогда, нигде вы не увидите. Поэтому, если вам такое предлагают, не ведитесь, ребята, на это. Итак, со стратегией разобрались. Вот у меня это скальпинг-лонг. Ребята, у вас может быть своя стратегия. Своя стратегия. Это мой пример. И вот я рассматриваю на депозите в 10 тысяч долларов. Второй момент. Мани-менеджмент. Опять же, нету мани-менеджмента. Если вы в одну сделку на тысячу, в другую на 5 тысяч долларов заходите. Слив. Не заработаете вы так. Смотрите, мани-менеджмент. 5% на вход. Строго 5% на вход от начального депозита. От начального депозита в 10 тысяч долларов. То есть, вы заходите по 500 долларов. Все. Не 600. Не увеличивайте. Никакого там мартингейла. Строго по 500 долларов. В одну позицию. Строго по 500 долларов. Потому что изначально цель вообще этой стратегии это сохранить ваши деньги. Сохрани деньги. А потом уже приумножить. Не потерять все деньги. И не больше 10% на позицию. На одну позицию. Потому что допускается одно усреднение. Опять же, это по моей стратегии. Одно усреднение тоже на 5%. При просадке больше 50%. То есть, вы зашли на 500 долларов. Цена рухнула на 60%. Вы усреднились еще на 500 долларов. Все. Тысяча долларов у вас на одну сделку. Все. Больше вы не грузите. Никогда в жизни не грузите. И то 5% это довольно таки много. Некоторые берут по 2-3%. В общем, это основные моменты. Без мани-менеджмента никуда. Мани-менеджмент это управление вашими деньгами. Вот. 5% на вход. Не больше 10% на одну позицию. Все. Это правило, которое вы никогда не должны нарушать. Никогда. Вот. Это ваша декларация. Без этого вы будете терять деньги. Теперь третий ключ. Это риск-менеджмент. Да. Это управление рисками. Итак. Первое здесь у меня стоит. Это ручной контроль. При ручном контроле мы торгуем без топов и без стейков. Все вручную. Потому что вот эта вот стратегия расческа довольно таки коварная стратегия. Вот эти вот импульсы, да. Они могут быть так же и вниз. И тогда все ваши стопы снесутся. И вы потеряете деньги. Потом может быть резкий отскок. Вот еще один хороший пример расчески. По этой бумаге мы тоже давали вот сигнал. В закрытом канале. Вот. Точка входа. Вот. Вот здесь мы вошли. Достигли тоже целевой цены в 9 долларов. Да. Цена вообще поднялась вот в моменте до 12 долларов. Вот смотрите какие импульсы, да. Смотрите какая периодичность, да. Это все должно соблюдаться. Но. Эти импульсы могут быть и вниз. Смотрите. Эти импульсы могут быть и вниз. И вот если бы у вас здесь стояли стопы. Вот здесь вы поставили стоп. Вот где-то здесь. Эти бы все стопы снеслись. Поэтому только ручной контроль. Стейками так же. Только ручной контроль. Вообще на импульсе нужно сразу же, да. На каком-то сильном импульсе, который соответствует вашей целевой цене, сразу же можно закрывать позицию. Идем дальше. Второе правило. Фиксация прибыли по цели, либо по ситуации. Что это значит? По цели, да. А если вы поставили вот цель в, например, 7 долларов, да, условно. Вот зашли по 3, поставили целевую цену в 7 долларов, да. Это работает как? То есть если цена достигает 7, мы закрываем, а не ждем, да. А не ждем, да. А вдруг она пойдет на 8, на 15, там. Нет, мы не ждем. Это наша цель. Мы ее достигли. Нужно закрыть. Здесь не нужно жадничать. Это очень важно. А, второй момент, да. По ситуации, что это значит? Закрытие по ситуации. Давайте объясню на первом примере. Вот у нас еще было два момента, да, где можно было зайти. Смотрите, вот мы здесь зашли, да, и поставили целевую цену условно вот. Зашли условно по 3, поставили целевую цену в 6. Мы не достигли этой целевой цены. И начали опускаться вниз. В таком случае можно закрыть позицию. Вы и так в плюсе, можно закрыть позицию, потому что, смотрите, потенциал уменьшается, да, смотрите. Очень важный момент. Вот такие вот крутые потенциалы, да, вот такие вот выстрелы, они у нас в хорошее время в основном. Смотрите, когда, да. Эта вся тема у нас была до войны. Эта вся тема была до войны. Сейчас мы не знаем, какая будет у нас здесь ситуация. Могут быть потенциалы очень маленькие. Мы можем идти в очень, так сказать, узком коридоре, да. Поэтому, если вы видите, да, что ситуация на рынке изменилась, лучше закрыть позицию. Это очень важно. Ребята, здесь очень важен опыт. Это не так, что вы посмотрели вот мое видео и все, и уже научились. Нет, здесь важен опыт. Вот, например, в эту позицию я бы уже не заходил. Да, я бы уже не заходил, потому что может быть импульс вниз, и вот здесь мы и останемся. И вы ни хрена на этом не заработаете. Это важно понимать. А если рассматривать вот эту бумагу, да, в принципе, мы можем еще сходить где-то на 4 доллара, да. Но импульса я здесь не жду. Здесь может быть, смотрите, какая ситуация. Здесь мы можем провалиться. И потом идти уже в новом боковике, да. Вот эти боковики, смотрите, как они строятся. Вот мы провалились. И вот с 2019 года шли в боковике, да. Видите? Какая здесь была ситуация, да. Вот. Вот, условно, был вот такой вот диапазон. Вот мы здесь ходили, вот в этом диапазоне. Но потом мы провалились в новый диапазон, да. Чуть ниже мы провалились и здесь начали ходить. Такая же ситуация может быть и здесь. Здесь мы можем еще ниже провалиться, да. Вот сюда, прямо на 50, условно, центов, да. Видите? Здесь мы еще провалились. Видите, как оно все? Вот здесь мы ходили в другом диапазоне, да. Смотрите, какая цена. 400, да. 105. Ребята, это вот мусорные акции, да. Когда вот с бумагой вот такая дичь творится, да. Вот, смотрите. Сейчас мы ходим, да, вот в таком диапазоне. От 2, условно, до 10 долларов. Потом проваливаемся, да. И ходим там от 50 центов до 2 долларов. Вот так с этими бумагами. Вот еще один нюанс. Здесь нужен опыт, чтобы понимать, хорош этот коридор для входа или нет. Понимаете? Это не кнопка бабло. Вот вы такие, может быть, подумали. Вот, это кнопка бабло. Вот сейчас я найду расческу и буду в этой расческе зарабатывать. Нет, потому что у нас есть третье правило в риск менеджменте. Заходим в актив только один раз. Только один раз. Условно, вы зашли. Например, вот здесь вы зашли. Вот здесь вы там усреднились, да. Ну, условно. Или вот здесь вы зашли. Вот здесь усреднились. Вот здесь вышли, заработали. И больше к этому активу не прикасаемся. Все. Мы на этом активе заработали. Как всегда зарабатывать на акциях, да. Как всегда зарабатывать на акциях, там, Apple. Зайти, заработать и выйти. И вы никогда на этой бумаге не потеряете деньги, да. Вот такое вот правило. Но, если вы будете жадничать, если вы будете продолжать выжимать из этой расчески все, рано или поздно эта расческа может вас опрокинуть. Поэтому нужно следить, соответствует ли коридор всем нашим параметрам. Располагает ли рынок, располагает ли текущая ситуация на рынке, да, чтобы входить или не располагает. Очень много нюансов, ребят. Это я для себя выработал такое правило. Вот это правило. Заходим в актив только один раз и больше к нему не возвращаемся. Заработали с этого актива, уходим. Это мое правило. У вас может быть свое правило. Я просто уже один раз хорошо так обжегся. Давайте я вам покажу, чтобы вы не думали, что это какая-то кнопка бабло. Вот, на бумаге ебон. Вот смотрите, какая здесь была замечательная ситуация. Хороший уровень для входа. Вот здесь я зашел. Вот здесь вышел. Заработал там, по-моему, 25 тысяч долларов. Давайте проверим, кстати. Если мы напишем в поиске ебон. Ебон. Есть. Вот. Заходил 14 января. На отметке в 5.80 зафиксировал. 18 на отметке 13. 125 процентов. Да, 25 тысяч долларов. Вот это скрин с Interactive Brokers. Вот 25 тысяч долларов. Вот, да. Вот здесь зашел в январе. Вот в феврале зафиксировал. Еще была одна отличная возможность зайти вот здесь. Зайти и опять забрать больше, да. Чем 100 процентов. Если я вот здесь бы зашел, вот здесь бы вышел, да. Еще забрал бы я 111 процентов. Но я зашел вот здесь. Смотрите. Я зашел вот на отметке в 4.9. Вот на отметке, по-моему, да. Это моя отметка. Ну, условно, я зашел, да, на 5 долларах, да. Отличная цена. И рынок вас опрокидывает, да. Вот что случилось. И теперь цена 40 центов. И, по сути, все, что я заработал вот на этой первой сделке, я здесь потерял. Ну, я пока не потерял, потому что я пока позицию не зафиксировал. Вот что может произойти, ребята. Это вы должны понимать. Поэтому зашли один раз. Отлично. Заработали, все. Забыли об этой бумаге, об этом ебоне, да. Хорошая была бумага, хорошая была позиция. Все заходили. Видите, и я зашел с ребятами. Многие ребята позаходили там на очень много миллионов долларов. Прям в эту бумагу, да. Серьезно, ребята, позаходили. И я зашел вместе с ними. И вот что произошло. Да. Поэтому. Теперь я это правило себе добавил, да. Заходим в актив только один раз. Ну, и последнее правило. Одновременно открыто должно быть не больше пяти позиций. Все. Не больше пяти позиций. Если все позиции будут по тысяче долларов, да. Условно, вы везде усреднились. Это пятьдесят процентов от депозита. Пять тысяч – это ваш неприкасаемый запас. Это мега важно. Если у вас остальные пять тысяч – все в большом минусе, да. Нужно пересмотреть стратегию. Нужно пересмотреть, правильно ли вы заходите. Нужно проанализировать ситуацию. И вы хотя бы сохраните пятьдесят процентов, да. От своего портфеля. Вы не сольете все деньги. Да. Потому что, еще раз, первая цель – это сохранить деньги. Да. И вы никогда не потеряете. Вот если у вас этого всего нет. Если у вас этих нет трех ключей. Забудьте о заработке. Еще раз. Вот я вам показал мои основные моменты. У вас могут, опять же, быть свои правила. Но, опять же, эти правила должны быть вот в этих трех ключах. В стратегии, в мани-менеджменте и в риск-менеджменте. Вы можете поставить себе еще больше фильтров. Ужесточить прям правила, да. Но тогда, соответственно, и заработок будет ниже. Но и риск потерять средства тоже будет низкий. Еще раз напомню, что это, ребята, для спекулятивного портфеля. И, опять же, да. Я оставляю запас в пятьдесят процентов. В пять тысяч долларов у вас должен быть ваш запас. Это очень влияет на ваш моральный дух, да. Когда у вас еще не все слито. Когда у вас еще в запасе есть пять тысяч. То есть, здесь нужно максимально охлаждать голову, да. Вот эти все шаги, они для охлаждения, да. Вот, заходим в актив только один раз. Чтобы вы, да, на эйфории, так сказать, не слили все свои деньги. Потому что один раз зашли, заработали. Еще раз зашли, заработали. Еще раз зашли, заработали. Чем больше вы зарабатываете, тем больше у вас уверенности. Вы такие думаете, все, я бог, я нашел грааль. А потом заходите, и рынок вас опрокидывает. Вы уже не следите ни за мани-менеджментом, ни за риск-менеджментом, да. Вы, условно, заходили тут по тысяче долларов, у вас все хорошо. Вы такие, ну, блин, я мог бы заработать больше, сейчас зайду на пять тысяч долларов. И тут рынок вас опрокидывает, как назло. Вот такое случается. Поэтому, вот для чего нужны все эти правила. В общем, ребята, я думаю, вы суть поняли. Это основа основ. Зарабатывать у вас без этой методики не получится нигде. Вы можете это все применять на любом рынке. На фондовом рынке, на криптовалютном рынке. Смотрите, у меня свои диапазоны, да. Я от вот такой трейдерской, можно сказать, спекуляции давно отошел. Смотрите, какой у меня здесь диапазон. 19-й и 22-й год, да. Смотрите на вот эти вот промежутки, да. У вас может быть свой диапазон. Можете торговать вот в этом маленьком диапазоне, понимаете? Вот. Вот здесь можете работать. Можете, не знаю, работать там на часовике. Понимаете? У меня свой диапазон. Вы выбираете себе свой комфортный диапазон. Это тоже очень важно. Подберите себе свою комфортную периодичность сделок под свой стиль жизни, да. Вот. У меня своя периодичность, да. Со своими импульсами, да. Вот я забираю все, что больше 100%. Мне это интересно. Ну вот 60%, да. Там на 10-20% мне это неинтересно. Если у вас будет такая, да, доходность, ну тогда у вас будет много сделок, да. У меня меньше сделок, но зато больше доходность. В общем, подберите для себя свою комфортную периодичность. В общем, я вам показал свой пример, а вы должны все подстроить под себя. Под свой психотип, под свой тип личности. Это тоже важно, да. Если вы азартный человек, то есть вам одно подойдет, это вообще не подойдет. Короче, ребята, нюансов много. Во всем этом нужно разбираться, этому нужно обучаться. Вот так вот посмотреть ролик, да, и пойти зарабатывать миллионы не получится. Короче, ребята, пожалуйста, я вас попрошу, поставьте этому видео лайк. Поставьте, пожалуйста, этому видео лайк. Вот сейчас обращаюсь конкретно к тебе, к тебе, да. Пожалуйста, поставь этому видео лайк. Поставил? Спасибо. В общем, я надеюсь, это видео очень сильно, ребята, вам поможет. Кто еще не подписан, подписывайтесь на наш канал по финансам, инстардинг. Инвест. Третья ссылка будет в описании. Здесь очень много крутых видео по финансам. И здесь выходят мои ежемесячные инвестиционные выпуски. Вот каждый месяц я записываю инвестиционный выпуск. И в прямом эфире показываю, куда я инвестирую. Показываю, как я покупаю акции. Показываю, как я покупаю биткоин. Вот 26 выпуск, 25. В прямом эфире показываю, какие кнопочки я нажимаю, чтобы купить крипту и акции. Также, ребята, подписывайтесь на самый лучший телеграм-канал в мире по финансам, по обучению. Здесь очень много полезной информации. Если раньше здесь было мало полезной информации, то сейчас вы каждый день можете читать полезный пост. Вот эволюция интернета, да, веб 1, 0, веб 2, 0, веб 3, 0. Что это такое? Вот, как заставить потребителя покупать товары в два раза больше. То есть много пользы по бизнесу, по инвестициям, по крипте. В общем, ребята, подписывайтесь. Теперь здесь каждый день будет полезная информация. Первая ссылка в описании. Ну и подписывайтесь, конечно же, на мой основной канал InstaArding. Здесь, ребята, будет очень много интересных видео со штатов. Потому что сейчас я нахожусь в Штатах, в Сан-Франциско. Вас ждет, ребята, очень-очень крутой контент из США. В общем, ребята, всех обнимаю. Всем больших денег, финансовой грамотности. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова